Друзья, а перед началом этого видео, пожалуйста, подпишитесь на канал Красный Пацанёнок. Он снимает очень хорошее и качественное видео по тематике Angry Birds и Bad Piggies. У него очень качественный монтаж и интересные идеи. Также у него недавно начался турнир в Bad Piggies. Ссылочка в описании. Очень крутой канал, всем советую. Здравия желаю, товарищи друзья! Сегодня я расскажу вам тысячу фактов о игре Angry Birds. Это 100% не скам. Поехали! Ну, вначале поговорим о арене. Ну, первый факт. Вот так выглядят все награды с арены. Вот такие некрасивые, хорошие. Вот, посмотрите их. Вот так в файлах игры выглядит корабль Терренса. Ну, понятное дело, без него. Вот. И вот так вот корабль выглядит, когда арена закрыта. А так, когда она открыта. И вот самое интересное. Вот почему Терренс почему-то сейчас не в стае. И почему он стал обладателем вот этого корабля, на котором происходят всякие сражения клонов нашей стаи. Почему нашему Терренсу начали прислуживать вот эти хрюшки. Почему среди зрителей полно каких-то птиц, неизвестных нам, и свиней, очень похожих на свинах Ряковича, но в красном костюме. Ну, ладно, опустим это. И, кстати, вы же знаете, что среди игровых персонажей, кроме наших птичек, есть, конечно же, и хрюшки, но кроме них еще и есть флаги или знамя, которые присутствуют на арене. Как бы это тоже персонаж, у них есть свои способности, какие-то особенности, но они не ходят. Понедолбят палками. 23-й факт, что свинах Рякович раньше вот так выглядел в магазине, но его сейчас изменили и сделали каким-то скучным. Ну, жалко, конечно. И, кстати, знаете, в Angry Birds Epic очень полным-полно отсылок. Вот, например, этот рыцарь, это отсылка к Звездным Войнам на Дарт Вейдера. Свиндиана Джонс, мое дело, Индиана Джонс. А это Супер Марио, наверное. Да. Кстати, кто играл в Angry Birds Epic и доходил до летописной пещеры, то знают, что в каждой пещере есть какой-то свой эффект. И вот их список. Вот вы видите эту добрую, милую хрюшечку. А знаете ли вы то, что у этой свиньи 1 миллион жизней? А если серьезно, то это альфа-свин из летописной пещеры, у которого реально 1 миллион жизней. Это босс 25-й пещеры, и это самое большое количество жизней. У кого столько нет. У него такие вот характеристики, и он очень жесткий. Вот, это золотая свинка-копилка. Но у нас в игре есть же еще одна золотая свинка-копилка, а именно эта. Отличие этой свиньи от другой в том, что она не живая. И это реальная копилка, в которой ложишь монетку, и вы даете какое-то крутое оружие или щит. И я понял одну вещь. Свинка-копилка слева это уже чучело вот этой свиньи. Или это просто игрушка, и это совпадение такое получилось. И все, ничего страшного. И продолжая тему свиньи-копилки, она может испытывать всякие эмоции, может быть грустно, может получать синяки, всякие ссадины. Но у этой свиньи механические голоса, и возможно это все мутанты Чернобыля. Поэтому таких свиней лучше обходить лесом. Это я вам 100% говорю. И кстати, раньше у этой золотой свинки-копилки была своя локация, и каждые 7 дней можно было приходить на нее и дубасить с нее денюжки. Кстати, вот очень интересный факт. Эта золотая свинка напоминает золотую свинью из Angry Birds 2 и Angry Birds Evolution. Ну так, к слову, просто есть такие же лысые. Если вы вышли из игры и не заходили в нее полчаса, то вам дадут бонусный опыт за отдых. О да. И последний тысячный факт, это что раньше была такая загрузка. Очень крутой факт, я согласен с вами. Ну все, ребят, спасибо, что посмотрели этот дурацкий ролик, в котором даже и не было никакой тысячи... Эй, что там тысяча фактов? Так еще и 500% того, что все факты стыренные... Ну не стыренные, а прочитаны с Википедии по Агроборску. Кстати, полезная вещь, зайдите, вам тысячи видео не нужны по Агроборску. Ну хоть видео и фигня, зато я сдержал обещание, вторая часть вышла, это лайкос. Так, стоп, что это? Точно, он прав, Ванокок прав. Подписочники, давайте наберем тысячу подписочников, я буду зарабатывать. Всем пока.